всем привет дорогие друзья сегодня мы приглашаем вас вместе с нами на прогулку по ночной алании и сейчас мы покажем вам куда же мы отдаем вещи которые остаются после того как мы поносилили какие-то новые вещи которые в общем по всей по всему городу стоят вот такие вот ящики да вы можете приносить одежду в хорошем состоянии которое вы поносили но которая вам уже не нужно конечно же должна быть постирана обувь здесь есть наши вещи и вещи наших друзей зимние здесь есть есть домашняя одежда которую мы складываем в пакет пакет падает в этот ящик специальный сервис от мэрии алании который раз в неделю ездит по вот таким вот ящиком и собирает вот эту всю одежду далее эта одежда распределяется между между малоимущими города поэтому если у вас есть какие-то вещи игрушки книжки и так далее вы можете принести в такой же ящик и кому-то эти вещи будут нужны больше больше чем вам на самом деле это очень хороший способ второго использования для вещей отправляем их ящик и надеюсь что эти вещи будут кому-нибудь полезны вот так вот выглядит этот ящик и здесь написано что можно а что нельзя сюда выбрасывать электрические мусор батарейки и так далее выбрасывать сюда нельзя в общем вот так вот выглядит этот ящик и и надеюсь что эти вещи действительно кому-то будут полезны еще один способ заботы об окружающей среде это пользоваться вот такими вот многоразовыми кружками когда вы уходите в кофейню не брать постоянно пластиковые или бумажные стаканчики а пользоваться вот такими кружками мы всегда пьем кофе именно из таких забираем домой потом и моем ну и конечно же когда вы ходите в магазин пользуйтесь пакетами либо бумажными на крайний случай либо пакетами тряпочными которые вы можете дома постирать и еще раз использовать на улице 25 метров сносят все старые дома вот вы видите строительство нового дома уже началось а вот этот дом только только сносит кстати многие из вас прошли что же происходит с жителями такого дома так вот один из наших знакомых жил именно в таком доме и сейчас его дом сносит и будут сносить и он переезжает поэтому я думаю что будет интересно взять у него интервью напишите обязательно в комментариях будет ли вам интересно такое видео в центре алании очень много многочисленных кафешек и например что можно делать вечером это прийти в какое-то кафе и пробовать разные виды турецкого кофе например есть такой кофе как дамласа кызлы и оно не только вкусно но и конечно же полезно дамласа кыз дословном переводе это смола сосны и кофе очень необычного вкуса мы сейчас центре алании на улице а то тюрка идем в сторону идем в сторону набережной сегодня погода была 28 градусов последний раз когда я смотрела на телефон было 28 градусов но я думаю что на солнце намного жарче также вы спрашивали о курсах валют вот курсы валют на сегодня сегодня у нас 20 второе мая вот курсы валют доллар евро и российский рубль где у нас российский рубль российского рубля здесь нет курс рубля 0 860 вот здесь вот вы видите все курсы валют на сегодня сейчас я иду по набережной по верхней набережной и конечно же именно отсюда иду в сторону красной башни и отсюда у нас открывается как всегда вид на на ночной аланью но мы с вами спустимся туда чуть позже а сейчас идем в сторону красной башни подходим красной башни одно из самых живописнейших мест друзья алании как днем так и ночью это конечно же красная башня вид на судоверфь но и конечно же крепость ночная крепость вид просто потрясающе поэтому когда вы приезжаете в алане обязательно посетите крепость и смотровую площадку около красной башни и днем и ночью и обязательно поднимитесь на крепость как днем так и ночью потому что с крепости открывается просто потрясающе красивейший вид на весь город и днем он конечно же один а ночью ночью совершенно другой играет город огнями вопрос по поводу гербария как в него зайти вот вы видите вот эти вот голубые ворота и здание сразу за воротами вот это здание это и есть гербарий прям заходите в этот в эти вороты и поворачивайте сразу направо и там будет вывеска что это гербарий музей часы работы и так далее если конечно же вы пойдете выше то там будут жилые дома вот такой здесь красивый дом турецкий в традиционном турецком стиле отреставрирован и здесь видимо было какое-то мероприятие расставлены стулья ну и конечно же ночью не забудьте прогуляться по крепости нот около красной башни это тоже такие незабываемые ощущения когда подсвечена красная башня вот она наша красавица и наверх красной башни вы конечно же можете подняться купить билеты когда работает когда она открыт открыт музей сейчас уже около десяти вечера и в крепости нет никого тишина просто супер только слышно слышен звук моря не какие-то голоса можно спуститься вот сюда вот вниз а можно пройти вот по этой дороге и подняться на самый велосмотровую площадку мы с вами спустимся сейчас точнее спустимся вниз и поднимемся на крепостную стену я думаю что вам на видео ничего не видно здесь немножко дорога вот так вот подсвечена посмотрите как красиво подсвечен подсвечена брусчатка очень таинственное место нет мне не страшно здесь ходить предвкушаю ваш вопрос как мне не страшно здесь ходить мне не страшно сейчас по вот этой дороге мы пройдем на крепостную стену ну и конечно же покажу вам бит на ночную аланью крепостной стены вот здесь вот у нас вход на пляж слышите как шумят волны ворачиваем направо идем вдоль крепостной стены поднимаемся по лесенке наверх и окажемся на самой вершине крепостной стены сейчас 23 градуса влажности еще пока нет такой как бывает летом сильной влажности поэтому гулять очень комфортно никого нет в крепости вообще нет никого только так пару туристов проходит мимо ну а вот здесь одна из смотровых площадок там вот вторая смотровая площадка оттуда вид открывается получше потому что там нет башенок посмотрите какая таинственная дорога просто супер да вы захватывает захвата кажется что ты в каком-то в каком-то времени оказался много сотен веков назад и вот так вот я обошла по кругу и вышла вот с этой стороны прямо около самого входа в крепости 7 с половиной лет сейчас мы отправляемся с вами на трамвайчике сейчас мы проезжаем по набережной мимо улицы рукодельниц где можно купить товары ручной работы украшения вязаные вещи и так далее и постепенно выруливаем на центральную улицу атаксюрка сначала с набережной трамвайчик поворачивает сторону пляжа кейкубата и доезжает до середины пляжа кейкубата и доезжает до середины пляжа кейкубата далее поворачивает обратно в сторону центра и едет уже на пляж пляж клеопатры вот здесь трамвай поворачивает и едет дальше в сторону центра и в сторону пляжа клеопатры и здесь я уже в скором времени буду выходить ну что дорогие друзья мой поезд уехал я уже направляюсь домой надеюсь вам понравилось это видео показал вам что-то новое интересное и на сегодня с вами прощаюсь всем всего хорошего добро пожаловать в Алани в Турцию